За кулиси для взрослых Буратино готовит новую постановку 16+. На сцене спектакль-балаган по пьесе американского драматурга Чарльза Мори. Комедию о подногодных провинциальных подмостках поставила томский режиссер Наталья Корлякова. Какое хулиганство будет твориться на сцене и когда ждать премьеры, расскажет Мария Клименко. Побольше тумана! Он растворяется в тумане! Я его не вижу! Доброе утро! Нет, все! Нет, нет, не вижу, не вижу! А вы, доктор, доктор Манхельсинг, видите? А я вижу! Как проходят репетиции и что творится за кулисами во время спектакля. О жизни театра изнутри знают лишь те, кто в нем служит. Однако и зрителю порой бывает любопытно заглянуть за сцену. Американский драматург Чарльз Мори написал об этом целую пьесу. А сегодня ее репетируют в Магнитогорском театре. Правый, Люси! Лира! Из графа Дракулы в тетушку Чарли, а потом в короля Лира. Такова жизнь провинциальных актеров, которые порой репетируют несколько ролей одновременно. И уже не помнят, кого играют в настоящий момент. На сцене перед зрителями разворачиваются творческие будни театра «Балаган». Здесь есть свои режиссеры, артисты, постановки. Однако образы героев условные, отмечают исполнители. Ведь играть приходится самих себя. Я не делаю Тайлера, Тейлора. Я не ищу его, не знаю, где-то за пределами театра. Не вычитываю, не смотрю какие-то фильмы. Это я в предлагаемых обстоятельствах. Это Тайлер, Тейлор, который выглядит как Кирилл Боровинский, разговаривает как Кирилл Боровинский. И мысли так же, как Кирилл Боровинский. Но в тех условиях, которые задает нам режиссер и данная постановка. Доктор Иван Ферсов, там нет молотка и колы. Как? Я думал, что вы их сырой носите с собой. Нет. Они находятся где? В боковой кулисе замка. В которой из двух? В левой кулисе замка. Так зрители увидят спектакль о театре. В первом акте репетиции, а во втором и сами постановки. Дракула и Гамлет со всеми оплошностями и неловкими моментами. Такая самоирония, открывающая подноготную творческой кухни, только укрепляет любовь к искусству, отмечают актеры. Изнутри показано, как мы всегда делаем какой-то спектакль, и что-то у нас получается, какие-то шутки, что-то у нас застревает. Мы говорим, что вот это надо показывать зрителям капустник. И вот здесь именно это и показано. Столкновение пафосного театра и реалий, которые случаются. «Признание в любви к театру» – так определил идею своей пьесы сам драматург. Согласна с ним и режиссер-постановщик Наталья Корлякова. Ранее она уже подарила Буратино комедию «Блэсс». Теперь же предложила «Балаган» – новую историю для взрослого зрителя. К слову, работа с этой американской пьесой у нее не первая. Эта пьеса была поставлена первый раз в каком-то небольшом московском театре. А вот вторая постановка в России была сделана мной. Я ее поставила в городе Мирный. Я люблю комедии со смыслом, чтобы не просто посмеяться, а чтобы еще и подумать о чем-то, а может быть где-то и погрустить. И вот эта пьеса об актерах, она может быть и не только об актерах, она может просто о людях быть, о том, как они влюблены в театр, как они влюблены в свою профессию. Искрометный юмор, смешанный с нотками грусти. История о том, как творится театральное чудо – все это зрители увидят уже на следующей неделе. Премьера спектакля состоится 5 мая в 18.00. Мария Клименко, Александр Моргунов, информационная служба «Медиагруппы Знак».